Давайте напомним нам, какое сегодня число? 10 июля. Правильно, сегодня 10 июля, 1780 года, и мы с вами продолжаем наше увлекательное путешествие. Я напомню вам, что глава Эмор, она очень проста по своему делению, легко запомнить. Первая часть посвящена особым людям, вторая часть посвящена особым временам, то есть выделенные божественные люди – это коины, выделенные божественные времена – это праздники. То есть я могу встретиться со Всевышним через особых выделенных людей, я могу встретиться с ним через особые выделенные времена. В главе «Бэгар», которая будет следующей, мы с вами уже увидим, что есть не только выделенные люди или выделенные времена, через которые, возможно, встреча с Творцом, но и специальные выделенные места. Но сегодня мы с вами говорим о временах, о времени. Обратите внимание, насколько большое внимание Тора уделяет вот этой особенности выделенности времена. У нас, конечно, само понятие «время», оно понятие абсолютно невозможно его каким-то образом определить, оно не поддается определению, что это за время, кто это за время, кто-нибудь видел его когда-нибудь, кто-нибудь щупал его когда-нибудь. Понятие это абстрактное, субъективное. И, возможно, оно время как таковое, как объективное, какая-то реальность, в общем-то, и не существует, поди знать. Но мы, люди, живем именно во времени. Кстати, если вы обратите внимание, вопрос, не знаю, может быть, исследователи могут дать какой-то ответ. Но вот когда ты смотришь на животных, например, я не знаю, есть ли у них понятие или ощущение времени. Они живут всегда вот настоящим моментом. Я не думаю, что у них есть понятие «завтра», «позавчера», «через неделю», «зима», «лето». Вот сейчас холодно – холодно, вот сейчас жарко – жарко, и в соответствии с этим они действуют. Ну, ладно, оставим в стороне животных, но то, что у человека такая категория есть, это безусловно. И человек действительно живет во времени. И вполне возможно, это действительно человеческая субъективная категория, но тем не менее, тем не менее, она существует, и мы в ней живем. Один умный человек сказал, я не помню кто, что время – это способ человека жить в пространстве. То есть, если бы не разница в двух положениях человека в пространстве, вполне возможно, что и времени как такового и не было бы, понятия не было бы. В любом случае, я оставляю это философам, определять время, но мы видим с вами, что человек, прежде всего, факт, человек живет во времени. Человек живет во времени. И вопрос, все ли времена, они одинаковые. Мы видим с вами, что Тура явно утверждает, наказанным жагоном утверждает, что времена, они разные. То есть, у времени есть свойства. Можно сказать, что время получает какие-либо свойства, в то время, когда в это время происходят какие-то события. Например, можно сказать, что 15-е Ниссана – это день, который получил свое значение праздник выхода на свободу, день свободы. Потому что в этот день произошел выход Израиля из Египта. Всевышний вывел нас из Египта. Можно сказать так. А можно сказать по-другому. Что Всевышний вывел нас из Египта 15-го Ниссана, поскольку время это было заранее приспособлено для этого. И вот этим путем идут наши мудрецы. Они говорят, что даты эти были известны уже нашим отцам. То есть, до выхода из Египта. Аврааму и Ицхаку. И они праздновали свои праздники в это время. Например, когда Ицхак просит Якова принести ему соответствующее количество еды и так далее. А он таки делает ему еще и Мацотто, метраж говорит, это потому что в этот день, в этот день был Песох, в этот день был День Победы Авраама на Бесопотамской коалиции. То есть, ты можешь сказать, что это событие определило время. Но, в конце концов, мы видим, что у времени, видимо, есть свойства, которые позволяют событиям происходить. Например, приду опять же, например, с Песохом. Ведь не просто же так выход на свободу, это событие произошло именно в весенний месяц. И ведь, Тора подчеркивает, месяц весенний храните, в этот месяц Ашем вывел вас из Египта. Понятно, что эти вещи не случайны. Почему он? Ведь он мог вывести нас и зимой, какая разница. Но нет, он выводит нас весной для того, чтобы продемонстрировать, проиллюстрировать, что выход на свободу – это возрождение. Если бы мы вышли на свободу, например, зимой, то это противоречило бы событиям в природе, тому положению, которое приводит. Но в момент, когда мы выходим весной, то мы видим, что вся природа, она идет в этом направлении. Все возрождается, освобождается, все потепляет и так далее. Поэтому понятно, что эти даты не случайны. Даты не случайны, в них заложены определенные свойства, и эти свойства потом проявляются на историческом этапе, в них происходят какие-то события. Я вам приведу пример. Вот уж действительно пример. Ученики Виленского Гаона, это написано в их книгах, эти вещи задокументированы. И в таких книгах, как Кфоль Атор, Раби Лели Шкловой, и такие книги, как Мидраш Ломо, Раби Шломо Риблина. Ученики Виленского Гаона, как известно, приехали в Эр-Сесраэль больше двухсот лет назад, потому что их послал Гаон со страшной силой возрождать Израиль и ушелать. И кроме всего прочего, он дал им даже даты, которые сыграют важную роль в этом процессе. И это потрясающе, насколько он оказался прав. Например, 5 ияра, это день, который он сообщил своим ученикам, как день, который связан с возрождением с Геулой Израиля. Этот день они отмечали, в этот день они открывали заново синагогу Фурма. Вы понимаете, то есть эти события происходили за сотни, 150, 200, у меня трудно с этими датами, но за много-много-много лет до создания государства Израиля, которое было создано 5-го ияра. Но такому человеку, как Виленский Гаон, который понимал свойства времени, было ясно, что этот день предназначен для этого. Кстати, 27 ияра он тоже им дал, как важную дату. И мы с вами увидели, что 28 ияра, день освобождения его Солина в шестидневной войне. Посмотрите, насколько точен Виленский Гаон в определении этих дней. 28 ияра произошло освобождение, 27 оно началось. Но представьте себе, насколько человек понимал качества, свойства времени. И вот это очень важно, понять, что у времени есть свойства. Теперь, обратите внимание, казалось бы, вот эта вот глава с праздниками должна изложить нам праздники с начала и до конца. И говорил Ашем Уше, сказав, говорится нам Израилю Искайше, сроки Ашем, которые вы будете провозглашать провозглашениями выделенности, эти сроки мои. Обратите внимание, слово время в Торе отсутствует в современном значении. Есть, нет слова Зман, слово Зман вообще позднее слово. А вот слово, которое здесь используется, это Муэд. Муэд – это такое время, в которое происходит встреча с Творцом. Слово Муэд – от корня Вагад, то есть встреча. И мы видим с вами, что, казалось бы, здесь должен быть список праздников. Он и пойдет потом. Но совершенно удивительно, что начинается он с Шабата. Ну, сначала сделаем выхайм. Посмотрите, что здесь написано. Казалось бы, вот праздники. Какие праздники? Шесть дней делай ремесло, а в день седьмой Шабат шабатом провозглашение выделенности. Всякое ремесло не делайте. Шабат он для Ашем во всех местах поселения вашего. Это странная вещь. Сейчас, казалось бы, ты хочешь излагать праздники, которые мы празднуем. Песок, Сукот, Шубот. Мы с вами это увидим. Но вместо этого приводится Шабат. Но ведь Шабат – это не наш праздник. Шабат – это не тот праздник, который был установлен в нашей истории. Шабат – это день, который Творец установил изначально в честь творения мира. А после этого сразу же, посмотрите, эти сроки Ашем провозглашения выделенности, которые будете провозглашать в сроке, в первый месяц, 14 месяца, межвечеря Песа Гляши. То есть мы видим с вами, что сразу же после Шабата начинает сразу же излагаться череда праздников, начинающихся с Песаха. И вопрос, который у нас возникает. Но при чем здесь Шабат? Казалось бы, Шабата – это Ашем установил Песах. Это в честь события, которое произошло с нами. Но здесь Тура нам намекает явно на то, что источником всех этих праздников Песаха, Шабата, Сукота и вообще всех праздников и всех этих дат, выделенных в нашей истории, все эти даты, все эти праздники являются модификацией, продолжением Шабата. То есть источником всех этих, источником выделенности всех времен является Шабат. Шабат, он все определяет. То есть получается, такая интересная картина, Шабат, который установлен Всевышним, он установлен действительно им, и после этого он дает, творец дает нам возможность устанавливать новые Шабаты, связанные с нашей исторической судьбой. Наши Шабаты, вот эти праздники, которые мы устанавливаем. И поэтому правила, обратите меня, ограничения, и у Шабата, у этих дней очень похожие. Но вместе с тем, есть и разница. Смотрите. Даже можно сказать так, можно сказать, что установление выделенных особых божественных времен начинается с Творца, он устанавливает, а потом он дает нам возможность устанавливать свойства времени. То есть то, что он сделал, теперь он дает в наши руки. И теперь мы это устанавливаем. А вы спросите, как же это мы это устанавливаем? А очень просто. Во-первых, это события, которые произошли с нами. А во-вторых, что самое интересное, это то, что даты здесь установлены, известны, в первый месяц, в первый месяц 14 числа. Это верно. Но кто сказал, когда будет первый, когда будет первый месяц, когда будет 14 число? ведь времена-то, они устанавливаются, месяцы, они устанавливаются в соответствии со свидетелем. И поэтому в месяц, теоретически, может быть, или 29 дней, или 30. И кто решает это? Бейдин суд в соответствии со свидетелями. Если пришли свидетели, если их свидетельство обосновано, и оно действительно со всех сторон правильное, его проверили, окей, тогда мы говорим, что наступил первый день следующего месяца, а в предыдущем было 29. А если не пришли сегодня свидетели, 30-й день, или их свидетельства не выдерживают критики, не подтверждаются правилами, то тогда, или, может быть, они между собой связаны, как-то они кошерные, то тогда нету первого дня, а этот день 30-й, а уж первый автоматически становится следующий день. То есть следующий день автоматически становится первым, поскольку больше 30 дней месяца быть не может. Иными словами, когда будет первый месяц, и когда будет число, тоже определяем мы, ведь если у нас есть, ведь если у нас есть дополнительный месяц, так ведь весь, если мы устанавливаем дополнительный Адар, то тогда у нас и Ниссан сдвигается. Вы понимаете? То есть мы видим с вами, что, кстати, где это все объяснялось при выходе из Египта. Помните, первая заповедь, которая была дана, заповедь установления месяца. То есть время отдается нам и в соответствии с нашим решением, или, может быть, с нашими ошибками, с нашим расчетом мы или добавим еще один месяц, не мы конкретно, а полномоченные люди, компетентный орган, Сандидри, или же не будет свидетелей, месяц будет отложен, и так далее. Не месяц, а первый день месяца, была тоже в любом случае конкретные даты этих праздников зависит от людей, зависит от Израиля. Поэтому можно сказать, что это уже шаббат, который находится немножко в наших руках. Даже, я вам скажу, очень множко даже в наших руках. А в 15-й день месяца этого, то есть 15-го Ниссана, праздник Мацо для Ашема. Семь дней ешьте Мацо. И, кстати, обратите внимание, что Песах состоит здесь из двух частей. Из 14-го Ниссана после полудня, когда мы зарезаем эту жертву пасхальную, уже начинается, уже это называется праздник Песах. А 15-го числа, то есть с заходом солнца, начинается праздник Мацот. Все это один Песах, но посмотрите, что у него есть две такие, два таких этапа. Понятно, что завязание пасхальной жертвы происходит 14-го, а едят его 15-го ночью вместе с Мацо, вместе с незаквашенным хлебом. И говорил Ашем Муше, сказал, говорится нам, Израиль и скажет, когда придете в страну, которую я даю вам, и будете жрать жатву ее, принесете Омер, начатка жатвы вашей Коэра. И размахнет Омер перед Ашем для желанности вашей, на завтра, после шабата, размахнет его Коэр. И сделайте жертву и так далее. То есть мы видим, что употребление хлеба, нового урожая, зависит от принесения небольшого количества Омера, муки. Из Омера ячменя делается мука, и это разрешает использование злаков нового урожая. Кстати, обратите внимание, что в Песах еще не созревает пшеница, поэтому мы говорим о ячмене. Ячмень, и только в шивот созревает у нас пшеница. Поэтому для того, чтобы разрешить урожай злаков нового года, необходимо принести этот Омер. И отсчитайте вам со следующего дня, после шабата, со дня принесения вами Омера размахивания семь шабатов цельными будут. Обратите внимание, опять о времени. Время, оно не только есть дни, которые определяют время, но обратите внимание, есть циклы времени, которые определяют его. Например, обычно, шаббат, мы уже видели, Тура говорит, это седьмой день. То есть, понятно, что каждый седьмой день это выход на какой-то новый уровень. Я прожил семь дней, я вышел на новый уровень. почему седьмой день это новый уровень? Ну, потому что творение продолжало семь дней. А, кстати, мы с вами забыли об этом упомянуть. Самое главное, что шаббат это свидетельство о творении. Понятно? То есть, каждый седьмой день мы отказываемся от нашей позитивной, активной деятельности, созидательной, чтобы продемонстрировать это свидетельство, что творец создал мир. создан мир. И мы, кстати, подражаем тому, как он повел себя в седьмой день. Но это отдельная тема, мы немного говорили в отношении шестого, седьмого, восьмого дня. Меня сейчас интересует именно время. Посмотрите, каждый седьмой день я выхожу на новый уровень, и поэтому шаббат. Но есть уровни, которые зависят от цикла. То есть, если я отсчитаю семь дней, нет, семь раз по семь дней, я выйду на более высокий уровень времени. Это уровень пятидесятый. Причем, обратите внимание, что вот эти семь недель это не семь семидневок. это семь раз по семь дней, и после этого еще один день. То есть, можно сказать, что этот пятидесятый день, он в какой-то степени является выходом за ту семерку, о которой мы говорим. Турага это о семерке, как о обозначении свойства времени. Вот оно выделено специальное время на седьмой день. Да, но когда я семь раз отсчитываю по семь дней, то не сорок девятый день является выходом на какую-то новую ступень, а пятидесятый, который в какой-то степени является уже восьмым. Понимаете? То есть, пятидесятый день, он восьмой для последней семерки. То есть, он выход на новый уровень. Тура показывает нам, что если отсчитать семь семидневок и выйти на пятидесятый день, то это еще один дополнительный уровень. И в этот день, пятидесятый, мы празднуем праздник, который называется Шавут. Праздник Шавут. Давайте посмотрим, как он здесь описывается. Из мест поселения вашего принесите хлеб размахивание, и так далее. Кстати, приносится уже мучной хлеб. И приблизьте вместе с хлебом семь ягнят, и так далее. И провозгласите в самый день этот провозглашение выделенности будет для вас. Всякое ремесло работы не делайте, законным вечным во всех местах поселения вашего для поколений ваших. Это тот день, который в нашей традиции называется Шавут. Тура называет его Шавут в другом месте. Теперь обратите внимание, почему, что вот недели. То есть, есть у меня выход из Египта, но если после выхода из Египта я считаю еще 7 недель и 50-й день, я выйду на уровень, который поднимает мне аналоговую ступень. И согласно традиции, именно этот день дарования Торы у горы Синай. Кстати, все эти праздники, связанные с выходом из Египта, они отмечают разные этапы, разные этапы этого выхода. И говорил Ашем уже сказав, говори сынам Израиля, сказав, в месяце седьмом, да, месяц седьмой, это то, что называется у нас Тишрей, в месяце седьмом, первого месяца будет для вас шабатон, память трубления, провозглашение, выделенности. О, первого числа седьмого месяца это будет день трубления. В книге Бамидмар он называется Днем памяти трубления. Это то, что у нас называется, то, что у нас называется Роша Шана. Теперь обратите внимание, что каждый из этих праздников отмечает, как мы уже сказали, еще одну ступень, а еще один этап выхода из Египта. Песлах, это сам выход из Египта, седьмой день Песлаха, Переход Красного моря. Пятидесятый день это день дарования Торы, что отмечает первый день седьмого месяца. И на это у нас есть устная традиция, которая говорит, что в этот день, то есть, то, что мы потом будем отмечать, как Роша Шана, египтяне освободили нас от каторжных работ. То есть, за полгода до выхода из Египта, говорит традиция, уже началась у них либерализация, перестройка и гласность. Нас освободили от работы. Кстати, что я объясняю, что многие не хотели выходить. То есть, Роша Шана, это тоже этап, это тоже мы отмечаем этап выхода из Египта. А вот есть еще один день, смотрите, и говорил Лоша Шан, уже сказав, только десятого, месяца седьмого этого, день искупления это, египта, провозглашение выделенности будет для вас и мучите души ваши и приблизьте огненные для Аши. И всякое ремесло не делайте в день этот самый, потому что день искупления он, чтобы искупить вас перед Лошем и Лугим вашим. Теперь, откуда взялся этот день, какой этап выхода из Египта он, он выражает, согласно нашей традиции, тельца золотого, как известно, сделали 17-го, тому за, после этого муше, помните, 40 дней постился, 40 дней разбирался, и получается, что вторые 40 дней, когда он поднялся за вторыми скрижалями, это был день 10-го Тишрея, который и стал у нас днем искупления. То есть, это день, в который Всевышний простил народ Израиля за все эти за тельца, со всеми выводами, естественно, которые были, и дал нам вторые скрижали. Можно сказать, что емкий пур, это не только день прощения, но и день дарования Торы заново, то, что не получилось вначале. И поэтому этот день, он день такой замечательный, понимаете, то есть, это день, когда Всевышний простил Израиль, дал ему вторые скрижали, это просто сказка, поэтому каждый год десятого тишрея мы постимся, потому что в это и делаем тшуву, естественно, без тшувы ничего не пойдет, изменение желания, и мы получаем прощение, искупление за все наше безобразие на протяжении года. Опять же, при условии тшувы, разумеется, это надо точно понимать. Если я делаю тшуву, возможно, если я делаю тшуву, о чем говорить. Есть еще один праздник в день, месяц седьмой, только в пятнадцатый день седьмого месяца, когда соберете урожай земли, празднуете, 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 праздник Ашем семь дней, в день первый шабатона, день восьмой шабатона, и возьмете себе в день плод дерева прекрасного, листья финиковых пальм, ветвь дерева многолистного и евречных и радуетесь перед Ашем и Лугим вашим семь дней. Понятно, в сукках сидите семь дней, это речь, конечно, идет о сукке. Суккот это тоже праздник, который мы празднуем через выходы из Египта, потому что в суккот, в шалашах мы сидели, Ашем нас усадил при выходе из Египта. Блин, там еще и облака, конечно. Но обратите внимание, что это тоже праздник, напоминающий о выходе из Египта. И казалось бы, странно, да? Зачем два праздника? Ладно, там Шубот отмечает дарование Торы, но ведь суккот как будто бы возвращает нас к Песоху. Обратите внимание, что суккот слегка суккот возвращает нас к Песоху в такой же день. Если вы посмотрите, вы увидите, что на самом деле действительно это очень и очень важно, что суккот это новая, более совершенная модификация Песоха. Посмотрите, из чего состоит Песох. Песох состоит из семи дней, когда мы празднуем выход из Египта и на расстоянии 50 дней от первого дня мы празднуем праздник Шевод, который отмечает получение Торы. То есть у нас на этом этапе есть два праздника выход из Египта и получение Торы, но они отдалены друг от друга на расстоянии 50 дней, 49 дней. Почему? Почему это так? Да потому что при выходе из Египта с точки зрения морального нашего облика, облика Мурали, мы не были на уровне, который позволял бы нам получить Торы. И поэтому вот эти 50 дней, 49 дней от счета Омера, они, конечно, очень важны и принципиальны, поскольку являются минимальным этапом морального подъема народа. То есть понятно, что за 50, за 49 дней коренные вещи изменить очень трудно, но по крайней мере какой-то первый, первоначальный одноразовый подъем был сделан. Без него невозможно разговаривать, не с кем разговаривать. Но, повторяю, Песох мы не были на уровне, а вот Шивот мы на уровне. Поэтому два отдельных праздника весной. Песох выход из Египта, Шивот дарование Тор. Но осень намекает на конец, это конец года, и она намекает нам осень на конец истории. Ведь можно видеть весь год как историю. Весна начала, осень, конец. И поэтому в конце года, когда мы собираем урожай, у нас есть праздник, когда мы заново отмечаем выход из Египта, но при этом он состоит уже не из 7 дней, как вы заметили, а из 8. Шмине Ацерат восьмой день, он буквально прилепляется, прикреплен к Суккоту. И что мы празднуем? В Эр-Ас-Ас-Реме празднуем Симха Тора. То есть посмотрите, у нас осенью есть семидневный праздник выхода из Египта, и при нем тут же совмещается праздник Торы, а весной у нас есть отдельно выход из Египта и отдельно Тора. Осень намекает нам на идеальное состояние в светлом будущем. В светлом будущем выход из Египта и дарование Торы это одно и то же. Выход из Египта и Израиля это уже Тора, но только в историческом плане на первом этапе это было невозможно. Но чем больше мы двигаемся в историю, тем больше становятся конгруентными вот эти вещи. То есть рождение Израиля и рождение Торы это одно и то же, потому что Израиль он и несет себе знания и Всевышнего. когда об этом не знают. Теперь, так как у нас Суккот это намек на завершение истории, на идеальное завершение истории, обратите внимание, что в самом этом празднике Суккот здесь об этом не говорится. Об этом говорится подробно в книге Бабидбарг в главе Пенхас. Там говорится о том, что мы приносим в этот день жертвы ради всего человечества. Ради всего человечества. 70 быков за 70 народов мира. И почему мы это делаем? Да потому что Суккот является выражением того положения, в которое человечество придет в будущем. Это мир, шалом. Сука это выражение мира, шалом. Суккот шалом есть такое выражение в нашей молитве. То есть, когда люди живут без войн, в дружбе и сотрудничестве, им не нужны отдельные, ну, нужны, но не обязательно жить в каких-то домах, крепостях, которые отделяют нас друг от друга. А как Суккот? Все живут в таких временных шалашах и ходят друг другу в гости. И понятно, что это состояние можно назвать шалом. Вот на это будущее состояние Суккот и намекает. Поэтому можно сказать, если мы сейчас возвращаемся к человечеству, что для народа Израиля Йом-Кипур является днем искупления. Мы делаем живой, получаем искупление. А для всего остального человечества Суккот является днем искупления. То есть, перед Суккотом человечество, начиная строжишь она на этом суде 9-я день суда для всех человечества начинает этот процесс вшвы или вшвуется, скажем так, и Суккот, если все нормально, оно наслуживает, оно получает искупление прощения. Поэтому Суккот это чрезвычайно важный день, чрезвычайно важная дата для человечества. Есть у вас пока вопросы, а то я все говорю, говорю. Тишина. Заслушались. А, заслушались? Хорошо, что не заснули. Теперь хотел бы я еще обратить ваше внимание, об этом мы говорили прошлые годы, что после изложения всех праздников есть еще намек на следующие праздники, которые будут в нашей истории. Это праздники Ханука, Пурим и Йоматс, Маут, День Независимости. Об этом мы с вами говорили много в прошлые годы. Кто хочет, пусть посмотрит. Меня сейчас интересует сама эта история с человеком, который проклинал Творца. Ну, во-первых, об этом здесь можно говорить очень много, но я хотел бы некоторые важные вещи подчеркнуть. Во-первых, мы видим с вами, что у него мать-израильтянка, отец-египтянин, и поэтому, видимо, у него была проблема с определением колена. То есть, по матери он принадлежит к Израилу, но какому колену он принадлежит, там, видимо, был скандал. Но мне сейчас даже не он интересует сейчас, а то, что интересно, все эти правила в отношении проклинающего даются нам в контексте убийц. Убийц, посмотрите, как интересно. Вот он проклял, начинаются разборки, выведем проклинающего, забросая этого камнями, и пятнадцатый пасук. А сынам Израиля говори, сказав, муж, муж, если проклянет и лугим своего, понесет вину свою, и называющий имя Ашем, то есть, имеется у цели проклятия, смертью умрет, забрасывая, забросает его всеобщины, как гер, так и коренной житель при назывании имени умрет. И муж, если побьет всякую душу человека, смертью умрет, а побивающий душу скота заплатит ее душу за душу. А муж, если нанесет увечья товарищу своему, как сделал, так будет сделано ему. Перелом за перелом, зуб за бзуб, и так далее. Очень странно, да? Казалось бы, тема, вот товарищ, который проклинал творца Ашем, это, казалось бы, совершенно особая статья, никаким другим разделом уголовного кодекса отношений не имеет, и здесь должны быть какие-то свои совершенно особенные разборки. И все, казалось бы, так, но вдруг после этого сразу нам говорят, вот кто проклинает Ашем, значит, у него такая казнь, а кто убьет человека, такая, а кто убьет скотину, заплатит, а если кто нанесет увечья, так-то и так-то. Причем здесь все эти вещи? Видимо, Тура намекает нам, что все это различные степени тяжести убийства самого человека. То есть, когда человек, не дай бог, хас-мишалом проклинает Творца, это является самоубийством, не потому, что за это полагается тяжелая статья, а потому, что он таким образом убивает свой источник, отрезает себя от своего источника. Ашем, Творец, он источник каждого из нас и такой человек перерезает буквально шланг, из которого дышит. Понятно, что это смерть. И если человек убивает какого-то другого человека, это тоже убийство самого человека. Почему? Потому, что ведь когда человек убивает другого, ведь другой он тоже человек и создан образу и подобию, убивает другого, убийца убивает и себя в такой-то степени. Почему человеку непривычного? Есть очень много привычных людей, которые комплекс преодолели. Но людям, которые никогда не убивали, и в первый раз это сделали по разным причинам, хорошим и плохим, справедливым или нет, им это очень тяжело. Почему? Потому, что убивая человека такого же, как ты убиваешь себя. В каждом убийстве есть доля самоубийства. А вот убить скот это уже меньше. это тоже живое существо, он похож на меня. Это опять же, если это неоправданно и просто убийство, то, конечно, это тоже плохо, нужно заплатить и так далее. Но все-таки скотин это не человек. А уж если нанести увеличить человеку, это еще это тоже немножко убийство и немножко самоубийство, потому, что ущерб человеку такому же, как ты. Но все-таки это меньше и достаточно заплатить и так далее. То есть, все это разные степени самоубийства. Самое страшное самоубийство это когда человек проклинает творца. Тут он полностью отрезает себя от источника жизни. но и убивая человека, животное и так далее, нанося какой-то ущерб. В этом тоже есть немножко, в этом тоже есть убийство и самоубийство, но в разной степени. Поэтому здесь очень важно подчеркнуть, что здесь речь не идет о том, а, ой-во-во-во, какая тяжелая статья, будет страшное наказание. а в том, что человек отрывая таким образом себя от творца, он отрывает себя от источника жизни. Его жизнь перестает иметь и источник, и смысл. Вот в чем здесь смысл. Поэтому это ставится в контекст других убийств или нанесений и увечий. Давайте все-таки узнаем, есть ли у нас сегодня вопросы, потому что мне кажется, на сегодня нам хватит. У матросов есть вопросы? Окей. Хорошо. У меня есть вопрос. У меня есть вопрос. О, пожалуйста. Да, подскажите, пожалуйста, каким образом, так как еврейский календарь был задолго до Григорианского, каким образом случилось так, что понедельник и в том и в том календаре это один и тот же день? Почему нет смещения? И кто подстроился? Не понял. Почему это один и тот же день? Первый день нашей недели это воскресенье, ём-решон? Да, но... Нету соответствия. Смотри, я что спрашиваю? К примеру, первый день нашей недели ём-решон, это воскресенье, правильно? Да. А воскресенье могло бы быть понедельником, но почему-то оно тоже воскресенье в Григорианском календаре. Не важно, первое, я не про нумерацию дней, я про их названия. Название у нас день, первый день, второй день, третий день, четвертый. Второй нет других названий. Второй есть только день, первый день, второй день, третий день, шестой день, шестой шобkaar. Ни Faró trigger название понедельник, воскресенье это не название истории, русские названия. окей просто так совпадает что день 1 воскресенье ну нужно же его как-то обозначать то есть на иврите воскресенье это йом решен день 1 если я скажу что мы с вами встречаемся я не знаю в день 2 то у нас могут быть и разночтение да вы подумаете что там что это вторник а я подумаю что это понедельник нет я как раз не подумаешь я к тому что если вы скажете что встречаемся в понедельник я четко буду понимать что мы встречаемся в день 2 вот это взаимосвязь дней принято как как это при принималось что день 2 это понедельник или так случайно получилось ну надо же как-то не обозначать появились 1 2 3 4 5 есть какая-то история вот этого факта что принимаем на седьмой день был создан человек все написано при и там мудрецы постановили принимаем день 2 понедельник название этих дней понедельника на другой других языках это другие названия манди фьюзди тьюзди с планетами связано наверное я не знаю но вопрос не в этом именно привязать второй день вот есть какая эта история согласно которой была привязка вполне возможно вполне возможно вполне возможно что христианская церковь специально перевела перевела дни выходной день шаббата на воскресенье так же как у мусульман они перевели сначала отмечали шаббат а потом стали пятницу отмечать по моему в христианстве шаббат тоже отмечали или или нет потому что сначала да ну первые еврейские общины понятно христианские а потом это дело перевели на на воскресенье на на следующий день и он решил окей и если у нас еще какие то вопросы спасибо пожалуйста всего хорошего и до побачения